В пандемии режим самоизоляции привели к настоящему буму в сфере онлайн-образования. Из-за страха оказаться невостребованными, люди думают, как развиваться дальше. Поэтому те, кто остался без работы или решил не дожидаться тяжелого разговора с начальником, начинают изучать интернет-маркетинг, актуальные языки программирования и визуальный дизайн. Отличное предложение. СММ-специалист с нуля. Зарплата начинающего специалиста от 50 тысяч рублей. Запишусь. Стоп. А вот так делать не надо. Желание быстро получить модную специальность и начать зарабатывать, скорее всего, приведет к обратному результату. Выбор новой профессии, тем более в зрелом возрасте, это очень важное решение, которому стоит подойти со всей серьезностью. Перед выбором, каким способом получить новое дополнительное образование, повышающее вашу квалификацию, важно понять, насколько вы готовы к этому вызову. Ведь любой курс потребует от вас значительной включенности, траты времени и наличие специальных условий, которые позволят погрузиться в содержание, пройти на должном уровне все проверочные занятия и познакомиться с дополнительной информацией по теме курса. Для того, чтобы разобраться, какой тип образования вам больше подходит, можно провести небольшой эксперимент. Найти в свободном доступе бесплатный курс по интересующей вас специальности и попытаться его пройти. А потом честно себе признаться, готовы к самостоятельному обучению или нет. Второе, на что стоит обратить внимание, это на требования, которые предъявляются к любому образовательному курсу. То есть вам нужно определиться, насколько эксперты курса действительно являются практиками в своей области и посмотреть, какую часть из своих знаний они через курс передают. Для этого перед выбором курса стоит изучить отзывы. Лучше всего о тех, кому доверяете, друзей и знакомых. Если таких людей в вашем окружении нет, почитайте, что пишут в интернете. Предпочтение стоит отдать детальным разборам, в которых дают не просто общую оценку курса, а рассматривают каждую из его составляющих, глубину подачи материала, формат занятий и самое главное, качество проверки домашних заданий, с помощью которых ученики закрепляют полученные знания на практике. И третье, самое главное, важно адекватно представлять востребованность полученной специальности на рынке труда. К сожалению, обращаясь к разным площадкам, мы видим, что там присутствуют достаточно оптимистические обещания, связанные с будущей востребованностью, с гарантией трудоустройства. Но если оценить действительное количество вакансий по этим специальностям, окажется, что конкуренция в этих отраслях достаточно высока. Оценить реальные, а не рекламные перспективы выбранной специальности вам помогут рекрутинговые сайты. На этих ресурсах вы сможете не только получить представление о потребностях рынка, но и узнаете, какие требования работодатели предъявляют соискателям и сколько на самом деле готовы им платить. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.